Всем большой привет! Меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер. На своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. В этом видео я решила попробовать немного другой формат, более живой. У меня нет полностью готовой работы, как обычно это бывает. Я сначала завершаю проект, а потом уже снимаю к нему подводку. Здесь у меня практически завершенная одна картина и еще две на более ранних стадиях. Я задумалась делать объемные картины. Я делала одну такую картину со складками, большую, еще в прошлом году. Но мне хотелось больше объема, и я долго думала, как же мне добиться этого объема. И вот, собственно, получилось. Сейчас я вам все об этом расскажу. Я думала, пробовала разные варианты и остановилась на металлической сетке. У меня вот такой огромный ее моток остался еще. Можно будет много всего сделать. Но я взяла сетку достаточно крупной ячейки, и поэтому складки могут получаться грубоватые. Я, на самом деле, когда заказывала, думала, что она меньше, потому что чертова метрическая система. Я думала, 7 на 7 миллиметров это меньше. Эта сетка, кстати, многих удивила в моей соцсети с картинками. Если хотите узнавать все эти критики заранее, то подписывайтесь на меня там. Немного вернемся назад, и я покажу, с чего все начиналось. Я взяла небольшие холсты 20 на 20 сантиметров. Для того, чтобы отрезать от сетки куски нужного размера, нам нужны кусачки. Берите сразу нормальные. У меня сначала были старые ржавые, и я с ними намучилась. Потом все-таки сходила в левшу, купила нормальные кусочки, и это оказалось очень легко. Обязательно нужно защищать руки, потому что сетка колется. И мне еще писали, что предплечье тоже можно легко расцарапать этой сеткой, но у меня все было в порядке в этом плане. Видимо, кусочек был недостаточно большой. Я формирую складки из сетки, и потом прикрепляю их к колсту при помощи мебельного степлера. Я хотела, чтобы геометрия холста сохранилась, и складки не выходили за пределы холста, поэтому я прибиваю сетку во всех плоскостях. Кусачками откусываю лишнее и аккуратно заправляю края сетки внутри рамки холста. Потом при помощи пинцета формирую складки. Это можно делать любой палочкой. На этом холсте не очень хорошо видно, поэтому я покажу на другом. Я делала несколько работ параллельно, поэтому буду периодически показывать разные принципы везде один и тот же. Когда основа готова, начинается самый прикольный мой любимый этап. Мы будем обклеивать основу гипсовым бинтом. Да, это тот самый бинт, который используется в травмпункте. Я его разрезаю на полоски. Смакаю эту полоску в воду и накладываю на рельеф. Я долго не могла понять, как делать вот эти внутренние складки, потому что бинт просто не хотел прилипать снизу на сетку, но потом я поняла, что нужно просто холст перевернуть и дать гравитации сделать свое дело. Смачиваем полоски водой, укладываем на сетку и разглаживаем кисточкой. Чем лучше разгладим, тем меньше потом придется покрывать шпатлевкой. Таким образом обклеиваем весь объем. Если в какие-то особенно узкие места сложно засунуть бинт, он комкуется, то я складываю сухой и уже на месте смачиваю водой кисточкой. Субтитры сделал DimaTorzok и дальше мы переходим к следующему этапу покрытия картины шпатлевкой. Это самый долгий этап, потому что нужно будет шпаклевать и шкурить, шпаклевать и шкурить для того, чтобы добиться идеальной гладкости. Для первых слоев я использовала чистую шпатлевку, для того, чтобы лучше разровнять рельеф, и потом уже более жидкую, разбавленную клеем ПВА. И потом приглаживала все это еще раз влажной кисточкой. Не забываем и обратную сторону, конечно, там тоже должно быть все красиво. Когда слой высыхает, я его разравниваю грубой наждачкой. Я начинала с 40. При работе со всякими штукатурками и бетонами я стараюсь всегда надевать перчатки, потому что потом руки такие сухие, что никакой крем не спасет. Еще покажу, какую кучу разных штук я использую для шлифовки. Здесь у меня и пилочки для ногтей, и бафики, которые мне отдает мой мастер по маникюру после каждого сеанса. И просто наждачка. Я иду от 40-й, потом 120-ю, потом 240-ю. Возможно, я куплю еще какое-нибудь более мелкое зерно. Посмотрим. Также для того, чтобы избавиться от каких-то очень грубых перепадов рельефа, я использовала вот такие силиконовую лопатку и силиконовый шпатель. Продолжение следует... Постепенно я начинаю использовать более мелкое зерно наждачки и дохожу до 240. Если мы наносим шпатлевку толстым слоем для того, чтобы разровнять рельеф, то могут появляться вот такие трещины, но их гораздо проще заделать, чем выравнивать рельеф миллионом слоев жидкой шпатлевки. Поэтому я наношу толсто и потом просто заделываю эти трещинки. Здесь она у меня неразбавленная, я просто переложила в маленькую тару, потому что у меня огромное ведро стоит на полу. И вот эту вот трещинку я замазываю. Возможно, конечно, появится еще одна трещина потом, но это гораздо проще отреставрировать, чем неровный рельеф. Пока камера моя перегрелась, покажу вам, как сделала крепление. Для этого я использовала вот такие крючки-саморезы. Во-первых, нужно выбрать, как будет картина висеть, если она будет висеть, где у нее вверх, где вниз. Мне кажется, вот так. И скрутить вот такие у меня крючки. И для начала их не получится сразу закрутить, поэтому нужно их немножко вбить. Для этого я беру небольшой молоток. Теперь уже можно закручивать. Постепенно становится сложновато. И я беру плоскогубцы. Можно использовать веревочку, но я решила попробовать использовать проволоку. Вот такой. Не помню, какой это диаметр. Так, где мои кусачки? Не знаю, есть ли в этом смысл. Но я хочу использовать проволоку. В общем, теперь это можно вешать. Но сначала нужно доделать. Процесс шлифовки достаточно долгий, но это того стоит. В итоге получается такая сатиновая, красивая поверхность, которую можно потом красить или не красить. Вообще, на самом деле, очень много разных вариантов. Я потыкиваю здесь вот картинки, для того, чтобы вы посмотрели, какие могут быть эти скульптуры. Может быть, выпустит 10-часовую версию шлифовки. Мне нравится, что с каждым слоем она становится все более и более гладкой. Это так прикольно. Кстати, обязательно нужно надевать маску, когда шлифуете, потому что пыль летит. Ну, я по классике вам советую, сама не пользуюсь. Пилочками вот очень удобно лазить вот в такие всякие труднодоступные места. Я вроде уже как все закончила, но потом посмотрела на внутренние части, поняла, что они мне не нравятся. Вот эти. Вы не обессудьте, я в своей рабочей футболке, потому что у меня уже вся одежда в пыле от этой шлифовки, так что буду снимать прям как есть в процессе. И вот эти внутренние части, для них очень сложно добраться вручную, поэтому я съездила в Аблероне. Купила себе вот такой гравер. Сейчас попробую пошлифовать им. Тут у него какое-то количество насадок. Я взяла самый дешевый, просто чтобы посмотреть, потому что у меня никогда в жизни не было такого инструмента. Посмотрим, как это будет работать. Очень сложно подбираться, конечно, к таким узким местам, даже с гравюром. Есть тут специальный ключик в наборе. Я не могу понять, как мне. Очки защитные, потому что пыль летит прямо с глазами. И маску тоже надену. То я вам советовала сама не пользоваться. Почему ты светел? На самом деле, в принципе, штука... На самом деле, штука достаточно удобная. И какие-то грубые поверхности действительно можно ей зашлифовать, чтобы потом уже проще шлифовать вручную. Но вручную шлифовать все равно придется. Так что, мне кажется, вот в таких мелких участках можно использовать. И это достаточно удобно. Сейчас попробую вот здесь вот внутри. Не знаю, как это подснять. Видно ли будет? Вот здесь внутри сделать более гладкую поверхность. У меня почему-то диск слетел. Он оторвался. Интересно. Обратную сторону халта я разравниваю специальной теркой для стен. Софта. Софта. Видно. По atualству го descendants. Софта. DW크. Софта. У đI. 지를 franc. Софта. 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 Софта перекры. Софtra. Софта. И протираю всю поверхность влажной тряпочкой. И потом покрываю картиной эмалью из баллончика. Вот такие крутые работы у меня получились. Надеюсь, что вам понравилось смотреть это видео так же, как мне понравилось делать эти картины. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok